Сразу сходу первый факт, всего за все время Nintendo Switch было продано 146 миллионов штук, но в последнее время продажи сильно падают, а вот продажи именно Nintendo Switch Lite начинают расти. В то время как показатели Nintendo Switch OLED рухнули практически на 47%, новенькие Lite в магазинах начали покупать на 7,5% больше. Ну и это наверное не удивительно, потому что цены на эти Lite в долларах падают, плюс Nintendo Switch 2 вроде как не за горами и спрашивается зачем переплачивать за дорогие модели, если можно взять модельку подешевле. Ну и если вы принадлежите к той группе людей, которые недавно купили себе Nintendo Switch Lite, то этот ролик вам безусловно будет полезен. Ну а если вы до сих пор не купили себе Nintendo Switch Lite, то этот ролик 100 миллионов процентов для вас. А юб, с вами Трэнди и давайте разбираться. Ну во-первых, если вы все-таки не купили себе Lite, то с этим может помочь вам Технодеус. Тут есть свечи на любой вкус и цвет, можно прикупить себе и OLED, и Lite, и даже картриджи продаются, то есть можно себе и затарить игры на физических носителя. Скоро еще будет черная пятница, плюс по промокоду Трэнди в Технодеусе скидка, так что можно будет еще и сэкономить очень хорошо. Хотя и без этого в Технодеусе тысячи товаров по приятным ценам, и все это с гарантией. Ссылку на Технодеус я оставил в описании, переходите, смотрите. Ну а мы переходим уже к конкретным фактам про само устройство. Невооруженным глазом видно, что Switch Lite значительно легче и компактнее оригинальной модели Nintendo Switch. Чтобы было понятно, он размером чуть больше, чем какой-нибудь iPhone 15 Pro Max. И когда лично я его купил, я прям офигел от того, насколько он крошечный. Он даже в тоненьком чехле помещается в какой-нибудь среднего размера карман. Да и вес у него не сильно больше, чем у телефона 275 грамм. Из-за чего играть на нем комфортно, руки не устают и нет такой проблемы, как на обычном Switch, что корпус плоский и из-за этого не за что ухватиться. Тут особо-то и хвататься не надо, потому что он, ну, маленький. Тебе не особо принципиально какие-нибудь вот здесь вот держалки иметь, чтобы прям его зафиксировать в руках. Плюс к этому еще сам корпус такой шершавенький, цепкий, особенно когда он новый. А с годами, понятное дело, что этот внешний слой стирается и он немножечко уже начинает скользить. Но даже вот настолько бэушный Switch, как у меня, все равно хорошо держится в руках. И все это располагает к тому, чтобы ты чаще его брал куда-нибудь с собой в дорогу. Во-первых, его из-за такого размера не так кринжово доставать откуда-нибудь из кармана на людях, чтобы поиграть. А во-вторых, у него есть огромная палитра расцветок, благодаря чему вы можете самовыражаться. Может быть, для кого-то это важно. И несмотря на такой крохотный размер, Nintendo Switch Lite по-прежнему отлично держит батарею. Новый может проработать аж до 7 часов в нетребовательных играх. Но, понятное дело, что через какое-то время батарея просядет. И вот мой Lite, я даже не знаю какого он года, потому что я брал его уже бэушным. Работает около 4 часов в средние по игрульке. И на самом деле этого вполне достаточно, чтобы наиграться. Но, в любом случае, вы можете взять с собой какой-нибудь компактный пауэрбанк на 10 000 мАч. И просто подзарядить его в дороге на полную батарею. В отличие от какого-нибудь Steam Deck, у которого батарея побольше. И вот этих 10 000 мАч может и не хватить. Многие также могут заметить, что из-за такого размера корпуса, в том числе и экран, стал меньше. Тут спорить не буду. Да, есть такое. В некоторых играх это вызывает некоторые проблемы. Там, текст читать не очень удобно. Но, блин, даже я с моим не самым лучшим зрением каких-то особых проблем не испытывал. Да, есть практики, где текст не оптимизирован. Но, в основном, играть более-менее комфортно. Да и тем более это портативное устройство. Надо взяли, пододвинули экран к глазам, посмотрели, почитали и дальше продолжили играть. Вы же не будете на 2-3 метра его от себя отставлять. Хотя, если вы захотите с друзьями поиграть, то выбора у вас особо не будет. Потому что Nintendo Switch Lite вот в своем стоковом состоянии вообще никак, ни при каких раскладах, не умеет подключаться к телевизору, монитору, ноутбуку и так далее и тому подобное. Вообще, никак нельзя вывести изображение на большой экран. Но, при этом, возможность поиграть в кооперативе по-прежнему сохраняется. Просто подключаете несколько геймпадов или докупаете джойконы, подключаетесь и без проблем играете. Правда, в корпусе ножка отсутствует и в официальных чехлах от самой Nintendo. Нет вот этого треугольника, на который можно оперить Nintendo Switch. А в чехлах для обычного Nintendo Switch эти треугольники есть, хотя там, по идее, в комплекте есть ножка. Какая логика в этом, непонятно. Но, понятное дело, что от сторонних производителей эти треугольники в чехлах есть и опирать устройство можно. Да, понятное дело, что так играть очень удобно. Не настолько классно, как подключать к какому-нибудь большому монитору или телевизору. Но, чисто технически с друзьями поиграть можно. Потому что каких-то технических ограничений нет от слова совсем. Это все тот же Nintendo Switch. Просто маленький. Nintendo даже вопрос с отсутствием вибрации решили. Да, если кто-то не знал, в Lite нет вибрации. Но, при этом, в играх, где вибрации тебе сообщались какие-то сигналы, там, в Mario Odyssey, может быть, еще в парочке игр. Но, потом это все убрали, потому что появилась Lite-версия. Но, вот, в тех старых играх, которые изначально выходили, в них были моменты, где тебе вибрация что-то сигнализировала. Но, на Lite вместо вибрации сделали потрясывание экрана. То есть, когда немножко трясется экран, это значит, игра вам о чем-то сигнализирует. В остальном же все плюс-минус то же самое. Абсолютно те же кнопки, те же стики. Да, если у вас задрифтили стики, не надо думать, для Lite-версии покупать. Или для обычного Nintendo Switch покупать стики. Они взаимозаменяемые. И, поэтому, можно покупать просто стики для Nintendo Switch. Они подходят и для Lite, и для обычного Switch. Единственное, по управлению отличается крестовина. И, типа, прошаренные люди говорят, что вот такая крестовина, как на Lite, намного лучше, чем та крестовина, которая на обычном Nintendo Switch. Но, я не думаю, что это прям для большинства прям супер важная информация. Еще по поводу игр можно уточнить, что, да, в какой-нибудь Nintendo Lab вы не поиграете. Но, для каких-нибудь ринфитов, в Antus Switch, вы просто покупаете отдельно Joy-Con и без проблем играете. Да, на маленьком экране, но играть можно. И, также, с абсолютно всей другой библиотекой Nintendo Switch. Все игры, которые доступны на обычном Nintendo Switch, также абсолютно воспроизводятся на Nintendo Switch Lite. В Nintendo Switch Lite стоит абсолютно то же самое железо. Ничем не отличается. Ну, ладно, по сравнению с первой ревизией, железо немножечко изменилось. Оно стало чуть-чуть энергоэффективнее. Но, в остальном, начинка точно такая же, как во второй ревизии. Некоторые жалуются, что у Lite-экраны какие-то не такие, что они, может быть, немножечко желтят, что, наоборот, немножечко синят. Все то же самое есть и на вторых ревизиях. Ну, на OLED-е, понятное дело, что ситуация намного лучше. Там изображения красочнее, контрастнее и так далее. Но, зато, на Lite оно намного ярче. То есть, если вы предпочитаете играть на улице или рядом с окном, из которого светится солнце, то вам на Lite будет играть комфортнее. И изображение вы будете видеть лучше. Опять же, потому что Nintendo предполагала, что Lite служит для того, чтобы вы брали его куда-то с собой. И поэтому экраны тут стоят ярче. А если же вы гонитесь за Nintendo Switch OLED только ради OLED-экрана, типа, OLED-то пушка-гонка невероятно классно, то для вас есть великолепные новости. Для Nintendo Switch Lite выпускают уже отдельно OLED-экраны. И вот как раз с этой модификацией, если купить максимальную версию этой модификации, уже можно будет выводить изображение на мониторы, телевизоры и так далее. То есть, там выпиливается отдельный вход, выводится провод, и вы, соответственно, можете включать это все на монитор, выводить. Но, правда, у вас не будет улучшаться картинка, как на Nintendo Switch обычном или OLED. Потому что тут преобразователей никаких нет. Это просто напрямую сигнал идет из видеоядра, условно говоря, на ваш монитор. И, к слову, первые люди, которые уже получили себе OLED-экраны на Lite, они прям мега довольны, говорят, что это прям совершенно другой опыт, и играть стало намного комфортнее, приятнее, класснее, офигеннее, супер-пупер шик комфорт. Правда, ценники у таких экранов пока что кусаются. Стоит столько же примерно, сколько стоит брукушный Nintendo Switch Lite. Но если вам нужна прям максимальная компактность и при этом офигенный экран, то такое сочетание тоже на Nintendo Switch Lite возможно. Ну, а если вы хотите себе Nintendo Switch OLED, потому что там памяти больше, типа 64 гигабайта в комплекте вместо 32 на Lite, то это супер-сомнительная затея, потому что 64 гигабайта это тоже капец как мало. Вам этого точно не хватит, если вы решите покупать игры в eShop. Кстати, сделать это максимально легко с помощью кодов оплаты, которые можно приобрести у меня в магазине по ссылочке в описании. И там, кстати, коды не только для Nintendo, но и для Steam и для PlayStation. Ну, а если вы решите установить себе чип на консоль, то вам в любом случае придется покупать флешку, на которую вы будете записывать вот эти вот всякие ваши прошивки. А какая там будет внутренняя память в самой консоли, это уже вообще не важно. И да, опять же, если вы себе хотите консоль с доступом к бесплатным играм, то Nintendo Switch Lite тоже идеально подходит, потому что это максимально бюджетное решение. Плюс там не нужно какой-то невероятной пайки супер-скилла, чтобы это все установить. Потому что для установки этого всего на OLED нужно быть прям супер-профессионалом. На Lite справится даже человек, который ну минимально владеет паяльником. Плюс сами чипы дешевле, плюс если решите все-таки у кого-то заказывать установку, то установка дешевле. Короче, во всех аспектах Nintendo Switch Lite тупо дешевле. Ну а если говорить конкретно, в какие игры можно поиграть на Nintendo Switch, то тут как бы с одной стороны, да, библиотека огромная, но с другой стороны, очень часто именно Switch Lite покупают для мультиплатформы. Всяких Fortnite, Rocket League, Minecraft, Asphalt, World of Tanks, там какие-нибудь Overwatch'и и так далее и тому подобное. Вот это самые, наверное, популярные игры для Nintendo Switch, потому что играть на стиках явно удобнее, чем на телефоне, вот по экрану елозить. Ну и как-никак, это полноценный консольный опыт игры с друзьями в мультиплеере. В том же Fortnite на Switch вы явно раздавать будете лучше, чем с телефона. А если переходить к платным играм, то, во-первых, у меня было уже огромное количество подборок без Марио и Зельды, во-вторых, у меня были топы просто лучших игр на Nintendo Switch. Можете все это посмотреть, библиотека, ну, супер обширная. Ну а если вы просто хотите познакомиться с тем, что из себя представляет Nintendo Switch, то Nintendo Switch Lite это идеальная, так скажем, стартовая точка, на которую вы покупаете себе Зельду Breath of the Wild, Марио Одиссе, Марио Вандер. Из сторонних проектов какой-нибудь Hollow Knight, Ведьмака берете сверху. Так, для интереса можно еще Animal Crossing или Stradivale попробовать. Вот вы все это играете, смотрите, как оно вам по взаимодействию с системой, как вам сами игры по себе, вот это вот все пробуйте, и если нравится, то просто дожидаетесь на Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch 2, там будет обратная совместимость, всю свою библиотеку переносите на Nintendo Switch 2, и с кайфом продолжаете играть в экосистеме Nintendo. Ну а если вам вообще ничего не нравится, то вы с минимальными потерями денег просто идете и продаете это все на вторичке, и с кайфом забываете о Nintendo вообще, в принципе. Да и на самом деле, если вам все понравится, Nintendo Switch 2 не обязательно с самого старта покупать, потому что там вплоть до конца 2025 года, Nintendo, сама Nintendo, еще обещает выпускать новые игры. Да и сторонние издатели на Nintendo забивать не собираются. Вот у нас тут трилогия Сталкера вышла, Якудзе недавно вышел, вот в ноябре у нас завтра получается, сегодня 13-е, завтра 14-е, LEGO Horizon выходит, 19-го ноября Stray выходит, и я думаю, что большие релизы на Nintendo Switch еще появятся, но того количества, которое уже есть, вам хватит еще года на три, наверное. И это как бы не абы какие игры, потому что Nintendo тут отчиталось о количестве продаж своих тайтлов на Nintendo Switch. Например, 3D-шных Mario было продано 42 миллиона штук, один Mario Kart только был продан тиражом 64 миллиона штук, тираж покемонов на Nintendo Switch приблизился к 100 миллионам штук, зельдно продавали 53 миллиона, ну и феномен Animal Crossing 46 миллионов штук. Я, кстати, смеялся насчет Animal Crossing, что у него типа выживаемость по времени очень маленькая, что сначала во время пандемии их там напокупали дофигища миллионов-миллионов штук, а потом выяснилось, что у многих игр Nintendo такая фигня. Например, Tears of the Kingdom в первый год, там за несколько месяцев, даже не за полный год, было продано 20 миллионов штук, а теперь спустя год там общих продаж около 22 миллионов штук. То есть сначала напродавали на 20 миллионов, а потом еще за 9-10, почти 11 месяцев продали всего лишь 2 миллиона штук. Ну, короче, фанаты именно Nintendo вот это вот все скупают, а потом это все продается как-то медленно. А о чем это говорит? А о том, что есть еще один факт о Nintendo. Они практически никогда не делают скидок на свои игры, и поэтому все люди, которые фанатеют от Nintendo, не сидят и не ждут годами, пока придет какая-нибудь скидочка на ту или иную игру. Они просто идут и с самого старта покупают игры, которые хотят. И знают, что через полгода-год их не кинут, и не начнут эту игру продавать со скидкой там 50%, а могут смело идти и покупать за полную стоимость и играть с самого старта, не думая о будущем. Видимо, по этим обусловлены такие продажи на старте и такое падение потом. Ну и как бы по продажам видно, насколько люди фанатеют от игр Nintendo. Так что как минимум попробовать стоит, а Nintendo Switch Lite это идеальная точка входа в экосистему Nintendo. Но возможно я не прав, высказывайте свое мнение в комментариях. Про лайки, подписки не забывайте, также еще все ролики дублируются вконтакте, ссылка если что в описании. Ну а сейчас на экране самые классные люди, которые поддерживают меня на бусте больше чем на 750 рублей в месяц. Огромное вам спасибо за столь щедру поддержку, это крайне сильно мотивирует меня снимать видосы. Ну а на этом у меня все, всем огромное спасибо, всем удачи и пока.